Ах ты, подлая игра. Приветик, не спящие все остальные любители Некры за 300. Да. Поехали дальше играть. Мне надо мышь выпустить из котла смерти. Продолжить. Ох, слышно даже, как скрипят мои кости. Великолепно. Как по мне. Что у нас происходит вообще? Что мы делаем? Кроме того, что загружаемся 10 тысяч лет. Ксетку, что ли, съесть? Раз уж такие дела. Не, ну это капец. Долго как-то... О! Оно оживает. Конец-то. Это не должно быть грустным воспоминанием для всех нас. А я переключил на английский, да? Режим рисования. Отлично. Ах, этот сенсор. Как же мне нравится этот сенсор. Ну, как бы вот, ну... Ладно. Члены на стаканах я уже рисовал, так что я думаю, все шикарно. Можно продолжать. Кофе. Стулья. Очки. Ну-ка, ну-ка. От Жанет Аннет. Жанет. Жанет. Капец. Женбин 19. Ну, и чё? Маяк для притягивания духов протекает. Привет, Мадрен. Это Жанет из Доков Снизу. Надеюсь, мы встретим... Встретимся лично. Впервые за последний месяц. Я проснулся этим утром и заметил, что большинство из наших... Вернее, большая часть нашего... Сока призраков утекла. Приколепно. Мне наплевать. Мне неинтересно. Капитан, вот просто неинтересно. Можно я просто продолжу? Сюжет интересницы. Чё? Пофиг. Так, члена я уже рисовал. Так что... Пойдем дальше просто. Сломанная женщина. До сих пор сломанная. И до сих пор коробит, когда на нее кто-то смотрит. У нее отваливается рука. Судя по всему, отваливается еще и нога. Капец. Продолжить? Ну да, да. Я же этим сюда и пришел, как бы. Так. Что сегодня вам покажешь ты? Только не задирай юбку. Нам неинтересно. Наверное. Хотя и не факт. О, так-так. А, да. Это же игра, где надо нажимать. Точно. Терминал. Бух. Встань. Проснись и пой. Не хочу. Тебе не стоит тратить свои последние часы на земле. На сон. Черт. Чувак, я надеялся, что это просто очень длинный, странный сон. Извини, но... Нет. Мне все еще не очень хорошо. Понятненько. Хочешь кофе? Плати. Что-нибудь простое. Хипстерский кофе. Сейчас сделаю. А что это там внизу такое? Мне даже не говорили, что у вас есть подвал. А здесь есть больше, чем можно заметить. Мэдди там внизу отчаянно пытается починить... Вернее, исправить нашу ситуацию с долгами. Звучит так, как будто она владеет какой-то клеткой. Или что-то вроде того. Не совсем. Но она упоминала, что собиралась это сделать. А! А! Рингом! Он имел в виду. Есть один рестлер, который зовет себя Красная Комета. Он не прекращал об этом говорить некоторое время. И потом... Из-за этого Эшли... Была одержима рестлингом. Некоторое время. Пыталась... Кинуть меня на суплекс. Как интересно. У нее получилось? Она же маленькая. Пару раз. Ха-ха. Это было унизительно. Могу себе представить. Но... Чтобы правильно ответить на твой вопрос. Мэдди... Заправляет... Геймблинским рынком. Рынком. Вернее, рингом. Геймблинский рынок. Рынок... Шулерства. Шулерский ринг. Внизу. Сама, по себе. Ну да. Что ты имеешь под этим в виду? Смертные... По большей части не вовлечены. Ставки выше, чем обычно. Но эта анимация, конечно, жесть. Кофе готов. Иди сюда и забери. Они играют время от времени. Но, судя по всему, ты небольшой фанат этого. Конечно, нет. Это не очень весело. Я имею в виду, пока Мэдди не в опасности. Разве это не нормально? Это еще не хорошо? Что-то вроде этого. Совет это не одобрит. Они на это закрывают пока что глаза, потому что мы не приносим проблем. С другой стороны, я бы предпочел об этом вообще не париться. Мэдди отказывается встретиться с проблемой лицом к лицу. Или посмотреть на нее под другим углом. А под проблемой ты имеешь в виду долги, да? Я был довольно пьян, но кажется, я помню, что Мэдди разослилась, когда появился Нед. Ну да. Я немножко из-за нее переживал. Мог бы я ей помочь. Вообще, выглядели такими дружелюбными. Надеюсь, Мэдди справится с этим. Ей просто нужно время. Спасибо за кофе, кстати. Кстати, до меня только что дошло, что вы с меня ничего не взяли за парочку кофе. А как ты собирался за них расплачиваться? А, ну да. Денег-то нет. Ну, если бы я был жадным ублюдком, я попросил тебя заплатить своем времени. Но ты неплохой, так что... Вернее, тебе нужна каждая минута твоего времени, которое у тебя есть. Хочешь вниз? Смотрю, ты... Не сводишь глаз с этого места? Я не пойду вниз, но я и мешать тебе не буду. Это нормально. Ну, иди тогда. А я тут поторчу. Увидимся. Так. Что на русском, что на английском. Теологи капитально долбанутые. Мне не нравится. Вот что я вам скажу. Еще и загружается по 10 тысяч лет. Но у этой юницы это неудивительно. Я все-таки успею съесть конфетку за сегодня. Пока она загружается. Так. Ммм. Ммм. Великолепно. Это птичье молоко. Да. Она шоколадная. Но. Внутри. Беленькая. Классная. Вкусная. О! Лестница, ведущая в подвал, была тертой. Прекрасное изречение. Поручий был настолько гладкий, словно шелк. Вернее, был гладкий, как шелк. Как будто его полировали годами. Ишану нравились лестницы. Люди никогда на них не задерживались. И он находил это место. Вернее, пользовался этим, чтобы перевести дыхание. Но он не был и неодержим. Это было бы странно. Но ему всегда нравились хорошие лестницы. А вот это уже было немножечко странно. Ну да. Имелись в виду азартные игры, не совсем ринг. В связи с тем, что твои моменты в этом измерении ограничены. Ты отдаешь мне это время сам по взаимному согласию. Контракт выполнен, ты можешь идти. Это был третий ты как кровожадный ублюдок. Толпа. Была счастлива. Мэдди точно была в курсе, как возбудить толпу. Ну да. Мы не сомневаемся, кто следующий. В комнате сразу же повисла мертвая тишина. Да ладно. Что, никто из вас не настолько смел, чтобы вызвать меня на бой. Мне казалось, вы пришли сюда поиграть с ножами. Трусы. Серьезно? Никто? Хер. Мне что, сама кого-то выбрать из толпы? К этому мы пришли. Кишан. Рада, что ты в порядке. Заинтересовался нашей игрой? Я. Ну ты. Эээ. Наверное. Ты что, энтузиазм? Что за игра? Пятипалый филет. Некоторые здесь ее называют просто игрой в ножи. Шлава такой палец. Наконец-то что-то, в чем я хорош. Эпизод 3. Проснись и пой, мистер Фриман. Проснись и пой. А у вас тут много ножей. Расскажи мне об этом еще. Хм-хм. А вес неплохой. Ну, само собой. Я бы не стал с тобой сражаться нехорошим инструментом. Чего? Пофиг. Следующий раз, в общем. А, да давайте я на русский переключу. Тут переводить это все. Не откровенно ли? Тайтл. 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 Ну и снова загрузки по 10 тысяч лет. Классика. Да хватит воровать мою мышь! Да хватит! Чёртова игра. Да хватит! Отдай мышь! Она не выпускает мою мышь. Сраная игра. О! Конец. Да! Второй монитор ещё пытается воровать мою мышь. Хотя это не факт. Кто загружается ещё? Исши. Худши. Ну да, всё правильно. А загрузится оно лет через 10, да? Ура! Кижан сделал ещё один пробный удар, и на этот раз он издал громкий свист. Зрители охали-ахали, но это было не для них. Он был в курсе, что у него был только один удар, чтобы привыкнуть к ножу. Ты закончил выпендриваться? Нет ничего плохого в том, чтобы устроить небольшое шоу. Похоже, ты тянешь время. Возможно, ты струсил? Ни за что. Тогда давай начнём. Ты в курсе, на что мы играем? Исши упоминал что-то о ставках на время. Это не ставки, если речь идёт о игре на мастерство. Но сейчас это не важно. Мы оба ставим 4 часа. Если ты выиграешь время, перечислятся за счёты кафе. Если выиграю я, то с тебя. Тебя осталось около 16 часов, если вдруг ты не следишь за этим. Чёрт, его лишь 16? Хочешь получить дополнительное время? Обрекратим тратить его и начнём. Точно в курсе, во что ввязываешься? Большинство людей слишком ротки, чтобы играть на оставшееся у них время. Особенно, когда у них остались считанные часы, как, например, у тебя. Чёрт, что? Ты попадаешь в место, где тебе дают отведённое количество часов. Допустим, 24. И что с ними делать, если... Вернее, кроме как не тратить. Тем более, есть на что. Это же бред. Давай уже. Или ты струсила. У тебя есть 30 секунд. Щелкни таймером, когда будешь готов. Пздынь. Ждём. Он никогда не ударит ножом. Знаете почему? Потому что я кнопку не нажму. И... Вот такие. Ждём. И шанс за 300. Хотя и не факт. Надо же, не попал. Так. Толпа аплодировала, и у Кишана прибавилось энтузиазма. В ответ Мэдди откинулась назад и постучала пальцем по столу, изображая нетерпение. Он встретился с ней взглядом, усмехнулся, продолжив своё выступление. Его кулющие движения становились всё быстрее, когда он шёл. Острия ножа едва не задевала его пальцы. Удары достаточно сильные, чтобы вонзить нож в стол на миллиметр или два. Были хороши, если хочешь. Вернее, если он собирался устроить шоу. И, конечно же, представление для зрителей являлось частью веселья. Ты можешь двигаться достаточно быстро, чтобы устроить шоу. Но не достаточно быстро, чтобы выиграть. Ну как, вышло 16 раз, если я правильно подсчитала. Ого. Я не мог сделать 16. Это то, насколько Мэдди меня обошла. Пошли, она проиграет. Нет, она надерёт ему задницу. Удольтая на результатом. Конечно. Да ладно. Смотри внимательно. Хирак в руку сразу. 16. Так. Ладошка. 1. Ага. Только там 4 должно было быть. Ну да ладно. 11. 11. Я же говорил, она непобедима. С магией она могла бы сжульничать, если бы захотела. То есть она просто очень хороша. Вряд ли. Бедный парень. Он не был в курсе, во что ввязывался. Прости. Дело меня, честно, несправедливо. Правда, впечатлён. Я старалась. Я возьму эти часы сейчас, если ты не возражаешь. Как это работает? Бич. Вот так. Ничего не почувствуешь. Конечно, он почувствовал лёгкое стеснение. В груди. Я говорил, он ничего не почувствуешь. Кончик пальца Мэнди раскалился до бела. Ой. Прости, я соврала. Но теперь всё кончено. Ладно, кто-нибудь ещё смелится биться со мной? Ну же, я ищу реального достойного соперника. Приму любой вызов. Даже из-за шахмата или что-то ещё. И соперники. Я бросаю тебе вызов. Чтобы все выпили. Чё? Раунд за мой счёт. Раунд? Может, выпивка? Раунд. Какой нахрен раунд? Я не был курс, что ты смотришь. Наверху ничего не происходило, мне стало скучно. Ясно. Итак, ты взяла несколько часов Окишена, да? Да, взяла? И как-то чувствуешь себя по этому поводу? Шей. Шью. Что чувствуешь? Я выиграл их честно и справедливо. Не был в курсе, во что ввязывался. Здесь очевидный дисбаланс сил, которые ты успешно используешь. Какой дисбаланс сил? С чего вдруг? Шей не тот, кто позволит тебе забыть об ответственности, которая приходит с властью. Так. Он был ознакомлен с правилами. Ждала ему поверить, что он получит немного дополнительного времени. И у него не было и шанса на победу, если б только не совершилось чудо. Это не имеет значения. Просто проходил через это. Пару часов ничего не изменит. Ну, кстати, да. Какая разница-то? Мэдди разочарован. Наши клиенты уважают нас. А нужно заслужить их доверие. Вернее, уважение. Так, подожди. Если ваши клиенты вас уважают, зачем тебе заслуживать их уважение второй раз? Так же относясь... Вернее... А так же относясь к ним с уважением. Подобное совсем не уважительно и недостойно. Обман беззащитных прохожих. На их время мы же выше этого. Мы лучше этого. Мне все равно, считаешь ли ты это нечестным? Мне нужно, чтобы ты вернула ему его время. Не дуйся это серьезно. Да вломи ей уже и все. Хотя, в каком-то смысле, она даже права. Он серьезно проиграл. И то есть, ну... Он зашел уже в тот момент, когда она сидела и орала, кто со мной хочет сразиться. Что очевидно, как бы... То, что... Вернее, что, в принципе, очевидно, что ее мало кто может победить. Хотя и не факт. Чувствую себя косломно... Несмотря на то, что все... Все это из благих намерений, ты не можешь так поступать. Это все для тебя. Ну да, ну да. Если ты действительно хочешь что-то для меня сделать, найди другой способ. Это того не стоит. Я в курсе, что ты стараешься изо всех сил, но это действительно не стоит того, чтобы жертвовать своим собственным самоуважением. Да ей насрать. В чем тут самоуважение? Здесь тебя уважают. Но то, что ты делаешь ставки на время, только все портит. Я верну часы. Сегодня я была великолепна с ножом. Все же не так хороша, как я. Но я была близка. Ну, потрахайтесь еще здесь. Это анимация. Просто 10 анимаций из 10. Прошло 10 тысяч лет. Юнити все еще загружался. Наконец-то. Что я нарисовал? Что это за палец? Жесть. 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 Love Lace. Ну, это еще более-менее. Да? Какую форму ты имел до перерождения? О, а это какой-то ацетекский палец. Или слон. Я не зря я нарисовал. Думаю, я был крабом. Вряд ли. Да ладно, я серьезно. Я что, я не собирал спиртовую жидкость из краба. Неужели она такая безгливая? Насколько я помню, я жил над улицами рядом с небом. Птица. Крылья, перья и прочее. Не, не то. Я помню, как летал. О, вы были с сахарным планером. Описать. Вы ели насекомых, древесный сок и цветочный нектар. Это знакомо. Интересно, какашли тебя нашло? Могло быть что угодно, правда. Вы упомянули яркие огни ранее. Эээ. Да, я думаю, тебя сбила машина. Это вероятно. Это плохо. Я имею в виду, что ты здесь и сейчас. Нравится тебе это или нет? Заткнись. Я сегодня еще настаиваюсь. Лаги. Что это за бредовые диалоги? Снова. Капец. Ну просто капец. Ну нет, ну серьезно. Ну что это за хрень? Жесть. А ну смыгло. Посмотри на себя. Ты превращаешься в ответственного человека. Пиццовский клуб. Поступит режим студии. Че? Бет. Может быть ставка? Бет. Бет. Волождающий дух. Бет. Я хожу сквозь стулья, да? Шикарно. А как отсюда выйти? помогите бильярд спасите испорченный маг отсюда выбраться где выход в холодильнике должен был быть вход а как мне отсюда выйти я не хочу здесь торчать надо продолжить игру ладно видимо ножи надо потрогать ну поехали малышка мужчина стоящий перед бет ухмыльнулся аж который он держал казался крохотным по сравнению с его массивными руками это не делало его менее пугающим заканчивая по-быстрому раздался голос из-за спины держателя ножа что ж а хохочешься но нет нет не нож может быть здесь что там про шаги кишана давали сехом это поразило его неужели его шаги всегда были такими громкими и уже ли мне на это не насрать ох да выход открылся тут все равно закрыт так что бог наверное хотя и не факт афм а ну мы опять будем ждать 10 тысяч лет смысле а это загрузка такая великолепна так режим студии чё за режим студии показывай что это за хрень такая что это за говно давайте вам даже фанфары включу а как вам маленькая дрель ползающая по проводам как ты осмелилась заползти на мои провода а может там пич подкрутить еще попал ваться загружайся уже 10 тысяч лет прошло ну не я наверно брошу эту игру а еще немного подождите ну чё подождем подождем одна из самых скучных игр на свете вообще ну сто процентов так сделай игру сам понятно великолепно можно отсюда выйти как это сделать выйти из студии нет хорошо да да капец просто кошмар просто какой-то кошмар странная мать твою игра сейчас да у в в в в Все, выпусти меня отсюда. Ааа, здесь открыто. Я не уверен, будет ли продолжение, но посмотрим. А если кому-то вдруг захочется, то валяйте. Черканите что-нибудь. Ну а пока что такие дела.